Жители улицы Лунная снова просят помочь. Несколько недель назад наш телеканал показал сюжет о том, как в Ленинском районе новостройка превращается в аварийное здание. Застройщик тогда заявил, что фирма переехала в Краснодарский край, а на претензии реагировать не стали. Сегодня против той самой кампании выступили жители еще нескольких новостроек на Лунной. На сей раз повод для протеста уже иной. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. «Вот как раз с этого окошечка мы и наблюдаем за этой стройкой». Владимир уже несколько месяцев выступает в роли шпиона, следит за стройкой, которая развернулась напротив его окон. На снятых им кадрах хорошо видно, как строители нарушают технику безопасности, работают без касок и страховки. Но это Владимира и других жителей новостройки на Лунной волнует меньше всего. Люди протестуют против самого факта стройки. На этом участке по плану будут возводить четыре новых дома. «Сейчас строится вот этот дом. То есть планируется еще один дом рядом, еще один, еще один. Более того, разрешение на строительство сейчас только на этот дом. Но я более чем уверен, что после того, как этот дом будет либо сдан, либо построен, будет взято разрешение на строительство еще одного дома, дальше еще и еще одного». «Смотрите на этот забор. Мне кажется, на эту стройку может проникнуть любой ребенок. Потому что он настолько низкий, его перемахнуть ничего не стоит». О нарушениях много и подробно говорит саратовский общественник. Вадим Кнушевицкий по жалобам жителей соседних домов работает уже не первый месяц. В списке явных нарушений недостаточная высота забора и то, что машины подвозят строительные материалы по грунтовке. «Здесь должны быть специальные подъезды. Они должны быть либо выложены бетонными плитами, либо иным образом. Здесь должны быть твердые покрытия. Твердого покрытия здесь нет. Поэтому вся вот эта грязище, которая со стройки идет, она выносится в город». Жителям такое соседство уже изрядно надоело. Причем участок, на котором развернулись строительные работы, изначально вообще был отдан для обустройства территории новостроек. Здесь люди хотели построить детскую площадку и высадить зеленые насаждения. «У нас нет ни площадки для детей, у нас нет ни площадки для взрослых, у нас нет ни хозяйственных. Кроме того, значит, тут было озеленение, очень зеленый был участок. Они вырубили все зеленое насаждение». Сейчас помочь людям обещают общественники. Они будут добиваться проверки законности строительства. Жители надеются только на то, что правоохранительные структуры вмешаются быстрее, чем застройщик приступит к строительству другого дома. Елена Петрова, Александр Бачков, РЕН-ТВ, Саратов.